Итак, друзья, всем привет! Меня зовут Андрей Лоскович, компания Гарант Ремонт. И сегодня мы посвящаем наш выпуск хейтерам. Хейтеры! Люблю вас! Мы активно начали вести еще один свой профиль в TikTok. Начали у нас там идти хорошие просмотры. И посыпались комментарии от псевдо-мастеров. Я сейчас попрошу своего видеооператора, чтобы он вам там сделал нарезочку комментариев. Экспертов диванных, критиков. Тема была у нас такая, что левый сантехник какой-то, не наш, на одном из наших объектов смонтировал гигиенический душ. Еще до того момента, как мы зашли на этот объект. После того, как сантехник был смонтирован, зашел наш плиточник и уложил плитку. После того, как выложили мы эту плитку, я приехал проверять работу и увидел, что гигиенический душ стоит некорректно, неправильно. То есть он мало того, что по вылету, по глубине стоял неправильно, то есть у нас чашечка-отражатель и шланг бы вместе не стали, так он еще и криво у нас стоял. Так вот, в этих комментариях вы, пожалуйста, запомните этих людей, посмотрите на их профиля. И ни в коем случае их не привлекайте к работе, потому что таких диванных экспертов дохера, я вам скажу. И сколько приходят ко мне устраиваться, и сколько мы их выгоняем и так далее после первого даже собеседования. Причина банально очень простая. Все они меняют себя экспертами, кричат, что я дурак. Вот, я решил им на примере этого же гигиенического душа показать, кто из нас прав, а кто на самом деле идиот. Вот. Суть такая. Гигиенический душ фирмы по фоне. Да, это Италия, качественная довольно-таки сантехника. Она стоит на многих из наших объектов. Кому интересно, эта серия с DUB-T10 NO. Вот, это в черном цвете, но там она стоит в хроме. Суть это не меняет. Процесс монтажа одинаков. То есть, вот мы делаем распаковочку. Здесь у нас, ну, леечка лежит в коробочке. Нам она сейчас не нужна. Так, что у нас тут? Что у нас тут? А, тут у нас держатель для леечки. Это такая штука, которая сбоку прикручивается к этому. У нас здесь есть чашечка-отражатель. Кстати, вот по этой чашечке я тоже сейчас к нему небольшой рилсик. Выложим мы его в ТикТок. Объясню, в чем может быть загвоздка. Особенно у плиточников, кто не знает. Очень важный момент. Да. Так, это у нас ручечка тоже. Короче, все. Больше нам там ничего не надо. А, достану еще инструкцию. Достану еще инструкцию на всякий случай для этих же экспертов. Вот у нас такой смесочок подсними, пожалуйста. Инструкцию по монтажу. То есть, здесь производители рассказывают про температурный режим, про максимум-минимум давление, про то, какого диаметра здесь у нас резьба будет идти. И, соответственно, про сам гигиенический душ. Также производители показывают, где вход холодный, где горячей воды, чтобы не перепутать. Для идиотов, для дебилов, бля, ну читайте инструкцию, ну реально, я не понимаю. Пишут в комментариях, сами ни хера не понимают, ни хера не знают. Вот. Здесь, ну, еще одни правила пользования. Да, и здесь вот еще вот состоит сам гигиенический душ. То есть, ну, как он раскручивается, чтобы поменять, допустим, тот же картридж. Вот. То есть, все указано в этой вот инструкции. Так вот, поехали дальше. Вот сам наш гигиенический душ. Да, то есть, он скрытого монтажа. То есть, вот эта вот часть, она у нас прячется в стену, и видна будет только вот эта вот часть. Проблема у нас там была такая, что смесель, мало того, чтобы вот так вот криво установлен, так еще вот эта стеночка с плиткой, она очень близко подходит. И, соответственно, расстояние между плиткой и вот этой вот гаечкой, она очень, ну, очень маленькая, соответственно, шланг накрутится, а отражатель, чашечка, которая закрывает отверстие в плитке, он не станет уже будет. То есть, не хватает места. Соответственно, смесель нужно подать вперед. Это первая проблема, да. Но и проблема того, что сантехник завалил его. То есть, он вот так вот наклонен. Соответственно, нужно, ну, как бы поднимать, выравнивать. Вот. две проблемы мы их решим так вот вот эти вот хейтеры они начинают говорить что ты дурак ну что я дурак я дурак вот что возьми накрути удлинитель кто не знает удлинитель это такая штука сейчас вам покажу у меня даже есть вот удлинители они бывают разной толщины вот эта штука она называется удлинитель то есть когда у вас нужно компенсировать расстояние между стеной и смесителем то есть вкручивается такая проставочка в трубу и тем самым удлиняет вашу трубу в которую вы потом дальше можете поставить ваш смеситель заподлицо допустим с плиточкой вот так вот они мне говорят вкрути вот этот удлинитель там ну какой тебе нужно длины там сантиметр полтора вот и решишь проблему причем очень много таких комментариев и вы зайдите не поленитесь посмотрите и знать этих героев лицо куда крутить этот удлинитель откуда в жопу вам его вкрутить я сейчас покажу из чего состоит вот этот вот гигиенический душ я специальным там в комментариях отвечал чтобы они посмотрели инструкцию так один даже не скинул там в комментариях инструкцию якобы ты посмотри ты что это же дешевый гигиенический душ типа что ерунду он там стоит соответственно через удлинитель решается про меня смотрите чего состоит наш смеситель вот мы отключим вот эту вот декоративную гаечку да нам план бисокульчики уже подготовил для того чтобы достать картридж вот здесь есть такие две прорези вот мы достаем и вот отключим вот эту вот гаечку вот открутили гаечку достаем сам картридж и для того чтобы попасть вовнутрь да нужно еще открутить здесь под шестигранник будет само подсоединение сливного шланга но сейчас в данном случае поскольку новые руками откручивается вот и далее нам нужно открутить саму это декоративную накладку вот мы отключим саму декоративную накладку вот мы имеем в руках внутреннюю часть которая встраивается в стену да она монолитная то есть она далее уже никак не разбирается то есть это латунный такой ход блок который у нас никак уже больше не разбирается вот цельная часть крутить вот эту херню эксперт и ванны куда ее вкрутить здесь некуда ее вкручивали как вам нарастить кусок трубы без переделки вот этого части без выноса ее вперед нечего тут вкручивать куда вам накрутить этот удлинитель объяснить этот факт действительно невозможно так что выпуск специально для этих псевдоэкспертов зайдите говорю еще раз поделать ремонт в разных там странах не знаю это скорее все там наши белорусы будет часть вот это народе рада россияне знаю там из киева ребята писали сквот знаете их лицо и ни в коем случае не нанимайте таких людей ни в коем случае у меня на этом все выпуск был про проблемы гигиенического душа и неадекватных людей которые менять себе экспертами и нихрена в этом не понимать так что с вами был андрей лоскович делать ремонт правильно до новых встреч кстати тут у меня оператор натолкнул на мысль такую даже я сам бы кстати вот не додумался вот видите как говорят что одна голова хорошо для лучше может эти вот псевдо псевдо эксперты говорили что нужно накрутить и на эту нижнюю часть снизу надо шланг типа и решишь типа свою проблему ребятки когда у вас смеситель стоит криво да вот то неважно какой вы удлинитель он же не стоит криво наружу он стоит криво вовнутрь соответственно даже если мы бы накрутили бы сюда удлинитель то он бы все равно пока свой бы ближе приближался бы к стене с плиткой то есть в любом случае бы не влезла на второй вопрос как перекрыть серну отверстия на плитке все на этом все